Встать у руля в виртуальной компании и попробовать вывести ее в лидеры рынка, невзирая на жесткую конкуренцию. С такой задачей в рамках деловой игры, битвы, управленческих талантов столкнулись студенты Нижегородского института управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Разделившись на команду, около ста будущих специалистов пытаются разработать стратегию своей условной компании. Внимание необходимо уделить всему. Условиям экономики, как себя ведет рынок, инвестиционной привлекательности. Собственно и тому, что происходит внутри своей компании, а это производство кадров и финансы. Задача не из простых, но именно в таком формате можно не только безболезненно оттачивать свои профессиональные навыки и хватку, но и развивать личностные качества. В будущем пригодится и то, и другое. Образовательный момент в этом определенно есть из того, что как по моей профессии государственного муниципального служащего я могу с этим столкнуться. Как, например, при планировании бюджета региона или будущих инвестиций региона. Так что это очень полезно. Бюджетское качество очень важно проявлять, особенно в нашей профессии. В любом обществе надо иметь свою точку зрения, свое мнение, свою инициативу и нужно отстаивать, аргументировать свое мнение. За тем, как себя ведут и какие шаги делают участники деловой игры, пристально наблюдают приглашенные эксперты. Они же представители региональной и городской власти, бизнеса и банковской сферы. По сути, это потенциальные работодатели, которые не скрывают, что не только оценивают результаты работы студентов, но и их профессиональные перспективы. Мы сейчас присматриваем, естественно, кадры. Будущие кадровые портфели мы формируем для себя. Молодые, активные студенты уже с некоторыми успели пообщаться и готовы к нам прийти в ближайшее время на практику и претендовать на открытые позиции в нашем банке. Подобные деловые игры гармонично вписываются и в учебный процесс. Цели оправдывают себя. Студенты получают необходимые компетенции. Основная задача – развитие управленческих компетенций. То есть мы научим студентов работать в команде, мы научим студентов принимать решения, мы научим студентов управлять компанией. Конечно, не за одну игру. Таких игр будет, я думаю, в течение года несколько. Помимо Нижегородского института управления, аналогичные битвы прошли еще в семи вузах России, входящих в филиальную сеть президентской академии. И в этом тоже есть важный образовательный шаг. По итогам всех деловых игр будет составлен общий рейтинг лучших управленческих команд. А значит, студенты смогут оценить собственный уровень подготовки в сравнении с показателями коллег из разных регионов страны.